Всем привет! Вы на канале Stoves Market. И сегодня мы разберем с вами два камина двух разных производителей. Справа у нас камин Нева, компания Мета. И слева камин Бавария. Бавария из розе с чугунной плитой. Пришел покупатель, поставил задачу подобрать камин. Задача следующая, чтобы камин встал в угол, то есть угловой вариант камина. И желательно дымоход выходил у камина сверху. Потому что дымоход пойдет через дом, без всяких углов, без колен. Побежит через потолок, через второй этаж. Ну и далее на улицу. Взгляд покупателя остановился на вот этих двух каминчиках. И опять же возник вопрос, а какой лучше? Для этого сейчас мы немного их сравним по ряду технических характеристик. Это камины небольшие. Домик у покупателя 6х6 со вторым этажом. Полноценно необходимо обогреть первый этаж, частично второй этаж. Поэтому мы не стали предлагать более мощные камины, а выбрали каминчики в районе 6 кВт тепловой мощности. Необходимо большое каминное стекло. Здесь мы видим, что стекла, дверцы у каминов значительно отличаются. У Баварии больше. Чтобы не измерять рулеткой, я замерил, что у Баварии ширина стекла 22 и высота 39. У Меты каминное стекло, оно как бы из трех сторон. Больше обзор будет, если мы будем смотреть, наблюдать за огнем сбоку. Откуда там. У Меты размер, высота 23, а ширина стекла центрального 23 и боковых по 6 см. Дверцы открываются у каминов в разные стороны. У Баварии справа налево. У Меты слева направо. Топки достаточно вместительные для таких небольших каминов. Дровишки 30 см. Можно вертикально располагать, чтобы увеличить ресурс топки. Внутри футуровка из шамотного кирпича. Чугунный колосник. Здесь такой большенький. Здесь маленький. Дверки со шнуром для герметичности. Ручка очень удобно закрывается, открывается. Дверка не болтается, хорошо прижалась. Здесь тоже шнур проложим. Закрывается с небольшим натягом. Но это опять же, чтобы придавить дверцу. Зольный ящик у Меты, он вот, снизу. Открывается туго, потому что там внутри, справа, слева, уши, которые прижимают, фиксируют закрытие зольного ящика, чтобы обеспечить герметичность. Здесь же зольный ящик, чтобы почистить и открыть. Что у одного камина, что у второго камина двойная подача воздуха. Только вот смотрите. У Меты, открыв в зольный ящик, мы подаем воздух. Или регулировать. Мы подаем воздух под топливо. Через чугунный колосник у нас будет поступать воздух. И вот эта рукоятка, она подает воздух через эти щели. Для того, чтобы воздух слизывал сажу со стекла. Чтобы стекло меньше коптилось. То есть, система чистого стекла. Здесь то же самое. Под топливо. Ну а для чистки стекла верхнее положение. Рукоятка. Котлы стальные. Футеровка шамотный кирпич, как я сказал. Но об аварии чугунная плита. У Меты чугунный только элемент от патрубок выхода дымохода. Дымоходы также разные. Здесь 150 миллиметров. Здесь 115 миллиметров. Ой, извиняюсь, 120 миллиметров. Так, но на что будет влиять диаметр дымохода? В первую очередь он влияет на стоимость сметы. Потому что кроме печки нам еще потребуется вот такой список всяких материалов. Труб, колен. И когда мы берем 150 диаметр, смета выходит выше, чем у той же Баварии. Но тот же диаметр дымохода будет влиять на дымоудаление. Нельзя сделать большую топку, вернее маленькую топку с большой дверкой, чтобы не было вот таких болячек, как... Когда мы открываем дверь, дымовые газы... Физику не обманешь. Они, конечно же, стремятся по пути наименьшего сопротивления наружу, нежели в трубу. И если человек допустил ошибку, дымоход сделал ниже, чем надо, или дымоход подзабился, проблема может быть, что дым пойдет через дверцу, когда мы открываем для того, чтобы заложить дрова. У меты есть варочная плита. Здесь два съемных, но вот опять же, чем их поднимать? Вилку брать. Два съемных блина таких поставили, приготовили. Здесь мы видим, что есть отбойник для того, чтобы дымовые газы не вылетали в трубу. Здесь тоже отбойник есть. Мы не сможем там рукой-то насквозь пролезть, там отбойничек. Но здесь приготовить нельзя. Здесь сделано что-то полка. Некоторые спрашивают, зачем это полка? Вот, когда приезжаю к людям, я вижу такой камин, там, допустим, котел ставим, или банную печку, и камин уже давно стоит до нас, какой-то другой останавливает. Люди эту полку заполняют камнем, как аккумулятор тепла. Насколько это поможет увеличить там, удерживать тепло, не знаю. Но выглядит смешно. Просто полка. Так. Здесь керамические вставки зафиксированы. Здесь же керамические вставки, они гуляют. Вот. Вот такие два камина разных производителей. Вполне достойные. Пожалуйста, обращайтесь, если что. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok